каков размер выплачиваемого страхового пособия по безработице размер значит первое как зарплата так и пособие в сша самый распространенный способ выплаты это каждую неделю в конце каждой недели вот мой муж например он работодатель у него небольшая компания каждую неделю в пятницу он выдает своим работникам чеки всем всем огромный привет сегодня тема нашего видео очень полезная информация о сша сегодня я вам расскажу о страховом пособии по безработице сша и вначале хочу всем сказать что несмотря на то что мой канал конечно в основном женский у меня есть отдельный плейлист который будет интересен и мужчинам и женщинам вот по этой ссылочке вы можете найти плейлист называется полезная и важная информация о сша я сама проживаю штате калифорния и поэтому информацию которую сегодня я вам расскажу я расскажу на основе штата калифорния как все происходит а вы уже если вы находитесь в другом штате на основе этой информации вы легче найдете нужную вам информацию но уже в другом штате и так сегодня сегодня у нас 10 марта 2020 год и информация будет актуальна именно на этот год на этот год может быть потом что-то изменится значит страховое пособие по безработице это специальная программа которая оплачивается из фонда социального страхования денежки на эту программу поступают в фонд социального страхования от каждого работодателя то есть если вы устроились на работу то ваш работодатель обязан платить небольшую сумму денег на каждого работника в этот фонд социального страхования и вот самые такие распространенные вопросы когда необходимо подавать заявление заявление на получение пособия сразу нужно подавать после того как вы потеряли работу или вам сократили количество рабочих часов так как задержки в процессе подачи заявления могут привести к задержкам выплат пособия как подавать заявление на получение страхового пособия по безработице вы можете подать онлайн это система UI онлайн или unemployment insurance онлайн далее по телефону я позже чуть чуть позже вам скажу в общем назову все все ссылки и пароли где найти полную информацию и значит еще один вариант это факс или электронная почта подайте заявление на получение страхового пособия запроси бумажную форму заявления на веб-сайт на веб-сайте вот здесь напишу вам какой веб-сайт далее какую информацию необходимо указывать заявление вы должны указать всю информацию о себе номер социального страхования имя фамилия почтовый адрес номер телефона далее номер водительского удостоверения или удостоверение вашей личности это может быть либо грин-карта либо если вы уже гражданин то может быть и паспорт далее если у вас есть только грин-карта то там должен быть поставлен срок когда она заканчивается и если вы были на госслужбе тоже специальная форма предоставляется если вы были военным тоже в специальная форма также вы должны предоставить данные о последнем работодателе значит последним работодателем считается коммерческое предприятие или компания где вы фактически работали или возможно все еще работаете не полный рабочий день название компании в том виде в котором она указана в квитанции об оплате или бланке W2 это может быть агентство занимающиеся расчетом заработной платы или кадровое агентство далее полный почтовый адрес включая почтовый код и фактическое месторасположение номер телефона компании имя и фамилия непосредственного начальника причина работы по сокращенному графику или прекращение работы у этого работодателя также вы должны предоставить историю трудоустройства за последние 18 месяцев включая последнего работодателя название имя всех работодателей в том виде в котором они указаны в квитанции об оплате или бланке W2 период трудоустройства дата начала и окончания работы размер заработка и как оплачивался ваш труд но чаще всего это почасовая работа но иногда бывает как-то там недельная может быть месячная но самое распространенное в Америке это почасовая оплата как долго длится период ожидания вот вы подали документы вы подали заявление и вы ждете и вы не получаете пособие все заявления рассматриваются в течение одной недели которая не оплачивается но период ожидания начинается только после регистрации заявления что будет дальше значит после регистрации вам по почте будет направлена информация по вашему заявлению и все материалы по программе страхования вот этого также отдельным письмом вы получите вашу первую форму это форма продление заявления она вам пригодится большинство обратившихся также получают уведомления о требованиях к регистрации для работы и в этом уведомлении будут перечислены советы о том как зарегистрироваться на онлайн бирже труда в конкретном штате и называется это call jobs обязательно ознакомьтесь со всеми материалами и ответьте на все вопросы чтобы избежать задержек платежей каков размер выплачиваемого страхового пособия по безработице размер значит первое как зарплата так и пособие в сша самый распространенный способ выплаты это каждую неделю в конце каждой недели вот мой муж например он работодатель у него небольшая компания каждую неделю в пятницу он выдает своим работникам чеки вы будете получать страховое пособие тоже каждую неделю итак минимальный размер это сорок долларов максимальный размер это четыреста пятьдесят долларов за одну неделю я вам еще раз повторяю значит когда вы подали все свои документы и заявления вам будет назначено телефонное собеседование если потребуется больше информации и письмом вам будет направлено уведомление дата время и цель телефонного собеседования если вы не сможете в это время участь участвовать в этом собеседовании то это может быть причиной задержки выплат или вообще отказ от выплат когда вы подаете все документы заявления вас будут проверять проверка занимает одну неделю когда вам не выплачивают пособия потом вам начинают каждую неделю выплачивать пособия но проверка будет продолжаться и если найдут нарушение или сокрытие какой-то информации с целью получения льгот то у вас не только возьмут обратно выплаченные средства но также это будет рассматриваться как тяжкое уголовное преступление и будут штрафные с санкциям когда вы подаете заявление и подаете там все документы отправляете департамент по развитию наемного труда по-английски он сокращенно называется ИДД он будет проверять полностью всю информацию и будут звонить вашему последнему работодателю уточнять причину по которой вы были уволены будут уточнять заработную плату и всю всю информацию значит смотрите вы можете получать это пособие только если вы были уволены не по своей вине но если произошел какой-то конфликт и вы просто не понравились работодателю ваш работодатель должен еще доказать что например он вас уволил за нарушение там какой-то не знаю трудовой дисциплины на словах на словах никто никому верить не будет например если ваш работодатель скажет что он вас уволил потому что вы воровали да вы что-то там украли так вот вам будут выплачивать пособие если ваш работодатель не сможет доказать того что вы что-то там украли доказать он сможет только в одном случае если была вызвана полиция и был составлен протокол если он просто на словах там какой-то у вас произошел конфликт и на словах он что-то там вы считаете что вы правильно все делали вы хорошо работали а работодателю вашему что-то там не понравилось вы все равно будете получать пособие то есть будут ну как бы такие разборки проходить между вот этим департаментом по развитию наемного труда они будут общаться и с вами слушать вашу сторону и будут с работодателем общаться и как правило знаете на словах никто никому верить не будет вам доказывать ничего не надо а вот работодателю нужно будет доказывать если он там с чем-то не согласен и что-то там ему не понравилось он должен будет это документально доказать вы можете работать в разных штатах и вот тот штат где у вас была самая последняя работа которую вы например потеряли или количество часов было сокращено в этом штате вы и подаете заявление но вы будете перечислять все свои работы и в других штатах пособие 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 на сегодняшний день выплачивается в течение одного года минимальный размер заработка необходимый для обоснования заявления ваш заработок должен составлять минимум тысячу триста долларов за один квартал в течение вашего базового периода базовый период это последние восемнадцать месяцев либо минимум девятьсот долларов за квартал с самым высоким заработком и суммарным заработком за весь базовый период превышающих ваш самый высокий заработок за квартал в 1,25 раза то есть есть определенная формула я скажу где найти эти формулы все размер вашего недельного пособия определяет квартал в течение которого вы зарабатывали самую высокую сумму в пределах базового периода так максимальный размер пособия имеется ввиду за весь период не за одну неделю а за весь период составляет сумму превышающую размер недельного пособия в 26 раз то есть вот если недельное пособие у вас 40 долларов то максимальный размер вашего пособия будет в 26 раз больше если недельное ваше пособие 450 долларов то максимальное пособие то есть общая сумма всего пособия которое вы будете получать в течение года до а может быть и вы и раньше его получите оно будет превышать как бы больше будет 26 раз то есть вы можете просто посмотреть сколько вы всего получите или половину суммарного заработка за весь базовый период в зависимости от того какая сумма меньше и вот сейчас я открою табличку и приблизительно вам назову значит еще раз период ожидания на заявление на получение пособия по безработице распространяется обязательный однонедельный неоплачиваемый период ожидания еще такая информация про налог страховое пособие по безработице облагается федеральным подоходным налогом но не подлежит подоходному налогообложению в штате Калифорния каждый раз когда вы подтверждаете правомочность получения льгот вы можете указать вы можете указать что вы желаете чтобы с вас удерживали федеральный подоходный налог в размере десяти процентов от суммы недельного пособия в противном случае вы будете обязаны уплатить налоги в конце года при оформлении налоговой декларации обязательства по выплате алиментов на детей если на вас наложено обязательство выплачивать алименты на содержание детей на имя суда окружной прокуратуры или другой организации занимающейся надзором за соблюдением решения по выплате алиментов на детей это может привести к сокращению размера выплачиваемого вам пособия по безработице и есть виды дохода о которых необходимо сообщать предоставление информации о заработке в вашей обязанности входит сообщать в департамент и диди или департамент по развитию наемного труда полную информацию о трудоустройстве заработке и других видах дохода в течение той недели когда вы непосредственно заработали эту сумму а не когда получали выплаченную сумму ненадлежащее уведомление о своем заработке может привести к переплатам и штрафным санкциям виды дохода о которых необходимо сообщать сдельная работа оплата периода простое производство вознаграждение присяжных комиссионные оплата услуг свидетеля гонорар за повторное использование записей оплата праздничных дней задаток авторский гонорар вознаграждение компенсация за производственную травму пенсионные аннуитет оплата отпускных компенсация за увольнение без предварительного удомления премиальные чаевые доход самозанятого лица пособие для бастующих или пикетчиков оплата за пребывание в резерве отпуск в связи со смертью родственника выплата задолженности оплачиваемые больничные дни вы также обязаны сообщать о пансионе временном жилье питании и других формах оплаты полученных вами взамен денег во время работы если вы не уверены по поводу того каким образом сообщать о заработке то нужно связаться с этим департаментом по развитию наемного труда в случае получения вами пенсионных пособий или ежегодных страховых выплат или других подобных выплат связанных с вашим предыдущим трудоустройством размер вашего страхового пособия по безработице может быть снижен если вы работаете неполный рабочий день вы тем не менее может быть правомочным вы тем не менее можете быть правомочным получать частичное пособие по безработице первые двадцать пять долларов или двадцать пять процентов вашего суммарного заработка до отчислений за конкретную неделю не будут учитываться при расчете размера вашего пособия оставшаяся сумма будет вычтена из суммы вашего недельного пособия ну вот например если размер вашего недельного пособия составляет пятьдесят долларов тридцать долларов за эту же неделю то вы обязаны сообщить о том что вы заработали тридцать долларов однако первые двадцать пять долларов не учитываются поэтому из суммы вашего недельного пособия вычтут пять долларов и таким образом в качестве пособия по безработице вы получите сорок пять долларов второй пример если размер вашего недельного пособия составляет четыреста долларов и вы за эту неделю заработали двести долларов вы обязаны сообщить о том что заработали двести долларов однако первые двадцать пять процентов это пятьдесят долларов не учитываются поэтому из суммы вашего недельного пособия вычтут сто пятьдесят долларов и в качестве пособия по безработице вы получите двести пятьдесят долларов как определяется ваше право на получение пособия первое вы должны остаться без работы не по своей вине второе вы должны быть физически способны работать то есть вы должны быть не больным человеком и не инвалидом третье вы должны быть готовы принять предложение о работе в любое время и также вы должны вести активный поиск работы если вы уволились по собственному желанию с последнего места работы были уволены или остались без работы вследствие забастовки или отказа работодателя допустить работников на территорию предприятия вот этот вот департамент по развитию наемного труда назначит вам телефонное собеседование в целях сбора дополнительной информации о причинах того почему вы остались без работы выплата вашего страхового пособия по безработице не может осуществляться до тех пор пока вы не пройдете телефонное собеседование и не подтвердите свое право на получение пособия если на протяжении действия вашего заявления вам будет отказано в получении льгот имеется ввиду получение пособия самого по любой причине включая наличие недостаточной информации о заработке для обоснования заявления вам будет отправлен по почте письменный документ уведомления о вынесенном решении и в этом документе будут указаны причины отказа наряду с правами по обжалованию такого решения то есть когда вы подали все документы и департамент по развитию наемного труда все проверил и на их взгляд им кажется что вы не можете получать это пособие вам обязательно по почте направят документ который называется уведомление о вынесенном решении и там же в этом документе будет указана причина отказа и будут указаны способы подачи апелляции и расписано вообще как вы можете все это обжаловать вот есть категория работников на которых не распространяется получение пособия по безработице итак это избираемые должностные лица например там мэр города да выбрали его срок его действия закончился он не может рассчитывать на пособие далее самозанятые лица или индивидуальные предприниматели за исключением случаев выборочной страховой защиты студенты поступившие и регулярно посещающие учебные заведения или образовательные учреждения в которых они трудоустроены если студент нашел работу там где он учится и потом он потерял эту работу не по своей вине он тоже не может получать пособие следующая категория члены компаний с ограниченной ответственностью которая в целях обеспечения отчетности предусмотренной в рамках федерального подоходного налогообложения рассматривается в качестве товарищества супруг студента работающий в образовательном учреждении в рамках программы трудоустройства предназначенной для оказания финансовой помощи этому студенту также родители чьи дети являются их работодателями мужья и жены которые являются работодателями друг друга некоторые лицензированные государством торговые агенты чья работа оплачивается только за счет комиссионных вознаграждений помощники игроков гольф и жакеи наездники на скачках все эти люди не могут получать пособие по безработице вот это вот помощь помощь когда вы оказались без работы да или вам были сокращены часы вот я как помню как в России было когда вы встаете на на биржу труда вам выплачивают пособия вам помогают искать работу то же самое в Америке и вам предложат пройти обучение которое тоже будет оплачено то есть это называется профессиональная переподготовка либо повышение квалификации если вы обучаетесь в образовательном учреждении или проходите профессиональную подготовку в период получения страхового пособия по безработице то вы можете быть правомощны получать льготы в рамках вот этой вот программы программы профессиональной переподготовки и также еще такой момент аудиторская проверка льгот департамент по развитию наемного труда проводят аудиторскую проверку посредством сравнения информации полученной от работодателя с информацией в заявлении на получение пособия по безработице суммы полученные в результате возвращения переплат и наложения штрафных санкций обеспечивают платежеспособность фонда обязательного социального страхования на случай безработицы и способствуют снижению налогов на пособия по безработице так и вот сейчас я вам назову примеры размеры пособия по безработице для заявлений которые были поданы начиная со 2 января 2005 года и по сегодняшний день и вот смотрите сумма заработка за квартал с самым высоким заработком то есть этот расчетный период выбирается один квартал где был самый высокий заработок и если вы за этот квартал весь ваш заработок составлял от девять девятисот долларов до девятисот сорока девяти долларов недельное пособие составляет сорок долларов если вы за этот квартал получали две тысячи пятьсот семьдесят четыре доллара или там две тысячи шестьсот долларов то недельное пособие будет всего сто долларов дальше дальше пособие двести долларов вы получите если за квартал ваш доход составлял примерно пять тысяч двести долларов триста долларов долларов вы будете получать если за квартал ваш доход был семь тысяч восемьсот и четыреста долларов так четыреста и четыреста пятьдесят ещё раз смотрим значит четыреста долларов чтобы получать Доход за квартал у вас должен быть 10 400 долларов и 450. Это 11 700 долларов. Тогда вы будете получать 450 долларов. В самом конце подведем небольшой итог. Если вы отработали полтора года и вы потеряли работу, я имею ввиду суммарно, не обязательно на одном каком-то месте. Если вы там поработали, там поработали, даже это могут быть разные штаты и вы либо у вас сократились часы, вам не хватает средств, либо вы полностью потеряли работу, то надо сразу подавать заявление. Как подать заявление? Ссылку вы найдете в описании под видео. Вы подаете там необходимые документы, заявления. В течение недели рассматривается ваше заявление и происходит проверка. Звонок вашему последнему работодателю. Вы обязательно указываете причину, по которой вы уволились и все-все будет проверено. Вот. Подавать нужно обязательно. И опять же условия, если вы зарабатывали достаточно денег, что ваш работодатель оплачивал, оплачивал, обязательно делал взносы в фонд социального страхования. Потому что если вы получали недостаточно большую сумму денег, то пособия вы получать не будете. Бояться проверок не надо и бояться всего вот этого, то что я сказала, так много всего, да, тоже не надо. Один раз вы все это сделаете, вы поймете, как это работает. И когда вы все подаете документы, на почту вам обязательно будет отправлено письмо, в котором... Либо, если вам откажут, то вам обязательно укажут причину, почему отказали. Если все, все у вас получится, то в следующий раз вы просто будете уже знать, как, ну, на всякий случай, можно, знаете... Иногда бывают такие ситуации, когда пособие может и помочь. Еще такая маленькая деталь про условия, да, условия для получения пособия. Во-первых, в каждом штате детали и правила поддержки могут отличаться. Заявителя на пособие будут проверять по полной программе, но не стоит этого бояться. Так, еще хочу вам сказать. Вы должны быть... Во-первых, вы должны искать работу. И департамент, так, департамент, который называется по развитию наемного труда, я все время забываю, департамент по развитию наемного труда. Они тоже будут вам предлагать варианты работы. И вы должны обязательно принимать все вот эти вот предложения и обязательно общаться с работодателями и приносить отчеты. Но вот кто в России, например, стоял когда-нибудь на бирже труда, система, ну, примерно одинаковая система. То есть и вы ищите работу, и вам предлагается какая-то работа, вы обязательно туда ходите и приносите доказательства, что вы находитесь в поиске. А поскольку в США, в США здесь, конечно, онлайн-сервисы развиты, просто потрясающе. Ну, мне это очень нравится. Вот. Вы должны будете зарегистрироваться на сайте по поиску работы. И там вы должны будете разместить свое резюме. Вот. Если вы не смогли найти работу, да, то и если вам предлагают переквалификацию, например, или повышение квалификации, обязательно на это соглашайтесь. Во-первых, вы продляете себе вот этот срок получения пособия. Вы будете обучаться, и вам будет выплачиваться пособие. Вот. Ну и, знаете, лишняя профессия или какие-то знания, это всегда здорово, это всегда работает только на вас. Я, я, честно говоря, не очень уверена. Видите, вот базовый период в тех документах, которые я нашла в Калифорнии, там говорится, что базовый период – это последние 18 месяцев. Но если вы, например, приехали там из бывшего Советского Союза, устроились на работу, нашли работу, да, и вы отработали, например, только 6 месяцев, я думаю, что меньше, если вы отработали, вряд ли вам будет положено пособие, вот. Но если вы отработали хотя бы 6 месяцев, нужно подавать вот такое заявление, и вы, по крайней мере, вы узнаете, положено вам пособие или нет, ну что, я вот видела, что некоторые блогеры говорят о том, что достаточно 6 месяцев отработать, чтобы получать пособие. Но я в официальных документах вот этого не нашла, такую информацию, вот. Поэтому даже если вы работали меньше года и потеряли там работу, да, сделайте один раз, чтобы знать и понимать, как вообще вся эта система работает, и потом расскажете всем. А на этом я заканчиваю сегодня видео. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Большое всем спасибо, кто смотрел сегодня видео, кто поставил лайк и кто написал комментарий. И встречаемся с вами в следующую пятницу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok